Декада инвалидов Олег, он так планомерно меня просто, можно сказать, покорял, что ли. То есть он постоянно был рядом. То есть фактически выбора у вас уже не было? Ну, можно сказать, и да. Это обычная семья. И мечты у Кощавцевых стандартные. Много путешествовать, построить дом, не обходиться в семейной жизни и без сложностей. Три года Олег не мог устроиться на работу. Сейчас он дизайнер, в будущем юрист. Получает высшее образование, а свободное время посвящает спорту. Ну все, любимый. Удачного дня тебе. Тренировки до вечера. В 10 лет в жизни Олега произошел несчастный случай. На него упал железный лоток. Перелом позвоночника и паралич. Далее долгая реабилитация. Учился на дому. Последние два класса друзья помогали в школе. Меня уносили туда-сюда. В общем-то, от общества оторван не был. В 17 инвалид первой группы начал заниматься лечебной физкультурой. В 19 проявил спортивный интерес к железу. В родном большесолдатском районе парень открыл спортзал, где позже стали заниматься пауэрлифтингом и местные школьники. Захотелось быть большими, здоровыми, сильными. И у него получилось. История Олега – редкий пример мужества. Быть сильным ему помогают родные, близкие, друзья и просто неравнодушные люди. Татьяна Симоненкова, Антон Судженко, Телеканал 7.